В эфире новости губернии в студии Евгения Долгиха. Здравствуйте! В 8 минуты на Мострюковских озерах идет торжественное закрытие 4-го межрегионального форума Иволга. О победителях и представленных проектах чуть позже. Начнем же с того, что в день подведения итогов на фестивальную поляну приехали Михаил Викторович Бабич, полпредпрезидента ВПФО, под его патронатом проходит форум, и Николай Иванович Меркушкин, губернатор Самарской области. Прямо в полевых условиях была проведена рабочая встреча с президентом автоваза Николя Мором. Руководитель автогиганта отметил, что он в полной мере понимает, какая ответственность сейчас лежит на нем и всем топ-менеджменте предприятия. Стороны обсудили текущее положение дел на заводе. Если 2015-й был признан для автопроизводства крайне тяжелым, то сейчас показатели потихоньку начинают выправляться. При этом ситуация на рынке продолжает оставаться сложной. Михаил Викторович Бабич отметил, что новинки завода Vesta и X-Ray на самом деле пришлись по вкусу покупателям, но при этом останавливаться на достигнутом нельзя. К примеру, проведя локализацию производства, можно снизить стоимость автомобилей и не зависеть от колебаний валюты. Также речь зашла и о социальной помощи заводчанам. Надо находить возможность переводить людей, которые освобождаются на иные производственные площадки, возможно, выводя какие-то направления деятельности на аутсорсинг. Тем более, что в Тольятти у нас сейчас инсулирует и активно развивается особая экономическая зона. Подробнее об этом расскажем в понедельник в дневных выпусках новостей губернии. Ну а пока продолжаем. Как раз в эти минуты на главной сцене церемония закрытия форума. Наши корреспонденты продолжают работать на фестивальной поляне. Виталий Портнов готов сообщить подробности и первые итоги. Более двух тысяч участников студента не только из 26 регионов России, но и из Китая и Франции. Насыщенная образовательная программа, лекции, мастер-классы и встречи с именитыми людьми. И все это в течение 10 дней на Мострюковских озерах в полевых условиях. Четвертый молодежный форум Иволга завершил свою работу. В день подведения итогов на фестивальную поляну приехали Михаил Викторович Бабич, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Самое главное, что глубина этих проектов, их практическое значение и их потом практическая реализация, они уже становятся просто профессиональными такими действительно проектами, которые потом начинают приносить пользу в социальной, в гуманитарной, в экономической сферах. Мы очень рады, что ребятам удается здесь реализовать свои самые смелые амбициозные проекты. Мы рады, что можем их в этом поддержать. Ну и, конечно, мы очень рады их общению. И ребята, которые здесь получают поддержку, в том числе федеральный грант, они потом находят себя на этих предприятиях, в этих крупнейших компаниях, получают самое конкурентное образование. И, собственно, благодаря таким форумам, в том числе, они имеют возможность профессиональной самореализации. Иволга – это одна из тех площадок, где рождаются инновации. Здесь же они начинают воплощаться в жизни по самым разным направлениям в рамках девяти смен. В этом году на фестивале прошел российско-китайский форум. На встрече с губернатором и полпредом президента, молодежь из-под небес наинтересовалась возможностями взаимодействия между странами, в том числе между регионами Самары и провинцией Сычуань. Между странами сегодня налаживать тесные контакты, чтобы нас больше понимали, и не только понимали, может быть, и в итоге поддерживали. То вот участие китайцев, китайской делегации для нас, конечно, исключительно важно. Для нас в этой обстановке любое международное мероприятие, которое несет созидательный дух, имеет позитивные результаты – это очень важно. И на Иволге, по-моему, это очень ярко проявляется. В этом году была организована международная смена «Иболгоглобал», которая объединила молодежь из России и Франции. Общий грантовый фонд молодежного форума в этом году составляет 13 миллионов рублей. В том числе 5 миллионов распределит между участниками федеральная смена инноваций и техническое творчество. Здесь же можно получить поддержку и предложение о сотрудничестве с крупными организациями, как государственными, так и частными. Здесь происходит партнерство общественного сектора и государства. Когда есть заказчик, есть молодежный форум, который делается вместе с частными компаниями, с государственными, и есть конкретный продукт, который создает молодежь. Это и есть как раз ответ на ваш вопрос, что сегодня молодежные форумы перестали быть событийным туризмом, а стали быть продолжением образовательной программы. Итак, на молодежном форуме Иволга в рамках конвейера проектов было зарегистрировано 1570 работ от Самарской области 344. Кто получил возможность поехать на космодром Байконур или выиграл денежный приз в размере от 50 до 300 тысяч рублей, очень долго держали в секрете. Именно победители объявили в рамках торжественной церемонии закрытия и награждения. Финалистами стали всего 55 человек. Итак, на космодром Байконур полетит 17 человек, в том числе 5 самарцы. Третье место и 50 тысяч рублей получит 21 человек, в том числе и Самарской области 7. Второе место одержали 24 человека, из 63 региона их 6. Они получат грант в размере 200 тысяч рублей. И вот, наконец-то, главная интрига раскрыта. Первое место заняло 15 человек, в том числе и Самарской области 5. Они получат грант на реализацию своего проекта в размере 300 тысяч рублей. Мы поздравляем победителей с удачей, а подробный сюжет о том, как прошла церемония закрытия и награждения, мы покажем в понедельник. Научные разработки и технологии с приставкой придуманы и сделаны в Самарском университете. В новому вузу региона, которому прочит большое будущее, уже есть чем приятно удивить высоких гостей, полномочного представителя президента и губернатора. Официальная делегация, познакомилась с большим педагогическим и студенческим коллективом учебного заведения, пришла к выводу. Объединение расширило возможности Самарской высшей школы образования. Полномочный представитель президента в Самарском университете впервые. Сначала совещание-презентация. По результатам прошлого года вуз вошел в число 9 со стопроцентным трудоустройством выпускников. Сейчас здесь учатся 15 тысяч студентов. По итогам приемной кампании их число возрастет до 18. А после присоединения экономического до 25 тысяч. Михаил Викторович Бабич общается со студентами, изучает разработки. Представлены как уже бывшего Аэрокоса, так и ГОСа. Например, вот это робототехнические наборы для получения первых навыков сборки. Они рассчитаны на детей от 6 лет. После объединения наших университетов теперь мы единая команда. Да, мы Самарский университет. Это в ГОСе. Да, эта разработка началась в ГОСе, а сейчас уже объединенном. Студенты отмечают, от объединения они только выиграли. Разработок станет больше. Представители того, кто присоединится. На самом деле климат очень приятный. То есть мы сейчас объединяемся как научные коллективы. Соответственно, мы ожидаем то, что у нас улучшится технологическая база. В принципе, мы сейчас очень хорошими темпами двигаемся в производстве. А это тренажер для обучения управлением беспилотникам. Здесь получают первые навыки перед тем, как начать работу уже в реале. Учитывается даже поток ветра. Команда университета на чемпионате WorldSkills заняла первое место по управлению этими аппаратами. Аппарат обладает некоторыми уникальными свойствами, такими как слежение за объектом, полная автономность. Автопилот наш здесь разработан. Высота, которую достигает беспилотник, — тысяча метров. Время в полете — 60 минут. Можно увеличить до 80-90. Разработки есть и в сфере медицины. Гостям показывают аппарат для измерения гемоглобина, без забора крови. Результат выдает через 30 секунд. Тест проходит и губернатор, и полпред. Здоровье у всех в порядке. 36. Норма. И ориентируйтесь. Изобретенный аппарат для выявления рака кожи с вероятностью в 92%. Сотрудник вуза отмечает, по статистике врач в поликлинике диагностирует с вероятностью лишь в 50%. Впечатляют в этом университете и абитуриенты. Сергей Репин в этом году закончил школу, а уже изобрел вот этот 3D-принтер. Полпред спрашивает об итогах экзамена, на что будущий студент отвечает, что уверен, по всем ЕГЭ результат будет не меньше 70 баллов. Это высокий показатель. А это уже Центр управления полетами малых космических аппаратов АЭСТ. Здесь следят за тремя спутниками. На экране это красный, зеленый и желтый. Последний стартовал недавно с Восточного. В принципе, если он сейчас подтвердит характеристики, на него уже заявки есть. Мы вот в феврале вступали в ООН, в Комитете по космосу. Там примерно 20 стран. Это от Мексики до Тайвани, у всех вот Африка, Латинская Америка. Мы говорим, если такой аппарат заработает, мы готовы его заказывать у нас. Буквально в каждом кабинете многочисленных зданий ВУЗа уникальные разработки. Например, сегодня состоится защита проекта, который позволит сократить время и существенно удешевить производство малоразмерных газотрубинных двигателей, рассказывает заведующий лабораторией аддитивных технологий. На дальнейшую работу здесь надеются привлечь 500 миллионов рублей на три года. Мы сегодня еще раз, вот я вместе с Михаилом Ильичем, когда мы беседовали со студентами, не только студентами, уже со студентами госуниверситета, они там рядом со специалистами на тех же площадках показывали свои разработки, конкретные разработки, и они только положительно оценивают объединение. И естественно, это дало и дополнительные возможности СГАУ, и то, что СГАУ сейчас активнее продвигается в рейтингах, это результаты объединения ВУЗов. Интеллект, который срабатывается в этих стенах, он сейчас значительно превышает, что называется, возможности, в которых этот интеллект должен генерировать идеи и решать практические задачи. Поэтому просто нужно создать современные условия для тех людей, которые здесь учатся и работают. И я уверен, что это даст совершенно другой эффект. И Гагарин-центр. Гагарин-центр, это и, собственно говоря, есть та площадка, в которой это все возможно осуществить. Это и наука, это и образование, это и производство, и это условия жизни. Это все совокупность тех факторов, которые будут привлекать сюда лучших специалистов, которые будут повышать их образовательный и профессиональный уровень, и, соответственно, выдавать уже тот продукт, который будет иметь совершенно другую ценность и другое практическое предназначение для страны. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Ну и к другим темам. Взаимовыгодное партнерство предложили друг другу Тольятти и Набережные Челны. Мэры двух автогородов сначала подписали соглашение о сотрудничестве, затем закрепили протокол о намерениях в ходе рабочего визита. Первыми на берега Волги приехала делегация из Татарстана. О том, что общего между двумя муниципалитетами, почему в будущее решили идти вместе, расскажут наши корреспонденты. В конце мая главы городов подписали партнерское соглашение, сделав упор на развитие совместных кластеров, в том числе продуктовых. И вот наглядный пример. Уже несколько дней в Тольятти работает совместная ярмарка производителей из Татарстана, Белоруссии, Нижнего Новгорода. На центральной площади разместились более 80 палаток. Ассортимент богатый. Здесь можно купить лечебный мед, натуральные колбасы, одежду и товары народного промысла. Ваши горожане очень хвалят нашу продукцию. Мы здесь уже третий день торгуем, люди возвращаются и покупают. Это очень приятно. Городоначальники пообщались с производителями и даже продегустировали товары. Многие производители приехали впервые. Некоторые продукты тольяттинцам оказались незнакомы и даже не по карману. Мы представляем особенно, здесь рекламируем линейку татарского трио «Халяли», где в состав входит три вида мяса – конина, куриная грудка и говядина. Это наш лично запатентованный продукт, линейку Козлыка, который для вас неизвестен, и сыровяленных копченовареных гусей. Покупают, но покупают по дискоспособности. В общем-то, не очень. Очень нравится, очень нравится. Больше смотрят, чем покупают. Посетила делегация и IT-парк «Жигулевская долина» и музей имени Сахарова. Итоги визита подвели на пресс-конференции, на которой отметили – сотрудничество между двумя крупнейшими моногородами может быть гораздо более широким, чем просто ярмарки производителей. В Набережных Челнах очень удачный опыт управления освободившимися производственными площадями, мощностями от автомобильного завода, от КАМАЗа. У нас такого опыта нет. Я думаю, очень полезно бывать друг у друга, обмениваться опытом. Мы сегодня говорили с заместителем по социальным вопросам в вопросах образования. Интересный опыт есть. Мы сегодня были в промышленном парке «Жигулевская долина». Аналогичный промышленный парк, только немного иного направления есть в городе Набережные Челны. Мы уже договорились, что два руководителя промышленных парков обязательно встретятся. Деловые, производственные и торговые связи, заверили мэры двух автоградов, будут активно развиваться. Направления взаимовыгодного сотрудничества сегодня обозначились. Юрий Медведев, Оксана Штоль, Андрей Костомаха. Новости губернии. Тольятти. Продолжаем выпуск. Судебное следствие по делу блогеров будет возобновлено в связи с новыми обстоятельствами. Один из фигурантов, Дмитрий Бегун, сегодня заявил, что давал показания против представителей исполнительной власти региона под давлением. Более того, под угрозой жизни и здоровью его и родных. С последними новостями из зала суда Кирилл Козин. Впервые за последние два месяца в зале суда разрешили присутствие телекамер. Слушание резонансного дела блогеров с апреля проходило в закрытом режиме. Сегодня подсудимым дали последнее слово. И почти сразу же становится понятно, что точку в этой истории ставить еще рано. Дмитрий Бегун заявляет, давать показания против представителей исполнительной власти региона его заставили и угрожали. За восемь месяцев я так и не понял, в чем я виновен. Но, тем не менее, да, сказали признать вину, да, потому что был вариант какой. Вы сами понимаете, в какое время мы живем в Самаре, да. И вариант получить пику в бок, а этот вариант был. Или признать себя виновным, я выбрал именно этот вариант. Соответственно, я максимально сотрудничал со следствием. Дмитрий Бегуна и еще двоих блогеров, Олега Иванца и Наталья Умярова, обвиняют в вымогательстве трех миллионов рублей у самарского бизнесмена. Такие деньги, по версии следствия, они требовали за неразглашение компрометирующей предпринимателей информации. Задержаны они были при получении части суммы – одного миллиона рублей. Гос. обвинение запросило для них 25 лет лишения свободы на троих. 9 лет и штраф в полмиллиона рублей для Бегуна, 8 лет и штраф в размере 300 тысяч для Умяровой, а также 8 лет и штраф в таком же размере для Иванца. Он свою вину по-прежнему отрицает. Судебное следствие полностью подтвердило законность непосредственно моих действий. Я выставил в сети интернет достоверный материал строго в соответствии с Конституцией. Я и моя семья после этого подверглись угрозам и шантажу. 1 сентября мой сын пойдет в первый класс, моя дочка пойдет в четвертый класс. Я хотел бы быть с ними. Самым коротким оказалось последнее слово Натальи Умяровой. Я хочу сказать, что я просто мама. И я хочу воспитывать своих детей. В принципе, у меня все. Срок пребывания под стражей для всех троих ранее был продлен до 29 июля. По итогам сегодняшнего заседания решено возобновить судебное следствие в связи с новыми обстоятельствами. Следующее назначено на 27 июня. Кирилл Козин, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Проверят всех самарские лагеря, в том числе частные. Особенно те, что расположены за Волгой, ждут внеплановые визиты инспекции и комиссий. После трагических событий в Карелии важно убедиться, что дети на отдыхе в безопасности. Как с этим обстоят дела в регионе, сегодня увидела не наша съемочная группа. Добираемся в Плавь. Проверяемый лагерь – единственное детское оздоровительное учреждение города, куда отдыхающих направляют по воде. Детей сюда доставляют не на таких катерах, а на общественном водном транспорте. Мы выяснили, во-первых, что дети доставляются сюда только общественным транспортом, официальным, через официальные договора, через теми суднами, которые работают проверенные, в которых работают профессиональные команды и имеют право заниматься этой деятельностью. Это было самое важное. Осматривают весь тополек – домики, в которых живут дети, игровая площадка, медицинский блок и столовая. В заключении экспертов – все нормам соответствует. И в воде детей из этого лагеря нет. Река находится не так уж и близко. Да и купальный сезон здесь открывает только вторая смена после 7 июля. И то при условии, что температура воды в Волге позволит. Перед открытием купального сезона дно, на котором предполагается купание, должно быть ослаблено водолазами. Во-первых, мы должны очистить его от всех банок, склянок, коряг. Второе, мы должны знать рельефно, чтобы там не было ни подводных течений, ни водоворотов. Затем выдается акт водолазного обследования. И только после этого, если все в порядке, можно разрешать детям купаться. А вот так должен быть оборудован пляж на открытом водоеме. Все опять же с соблюдением требований безопасности. По итогам внеплановой проверки детского оздоровительного лагеря «Тополёк» нарушение не выявлено. Частные детские оздоровительные центры сегодня существуют за свой счет. Но со следующего года планируется государственное субсидирование и таких учреждений. Мария Шпакова, Игорь Лунёв, Новости губерния. На стадионе «Металлург» меняют газон в преддверии нового сезона. Старый уже срезан, поле засеет по новой. Весь процесс наглядно показали болельщикам крыльев и заверили. После реконструкции переноса матчей, как в прошлом сезоне, не будет. Чтобы сомнения окончательно развелись, каждому преподнесли необычный сувенир. Мария Акимова продолжит. На стадионе «Металлург» проводит эксперимент. На поле установили специальный цилиндр. В нем 40 литров воды. За считанные секунды она уходит. А это значит, что дренажная система в полном порядке. Прошла минута. Прошла минута. Я думаю, это уже достаточно для того, чтобы иметь понимание, что действительно дренажная система работает. В прошлом сезоне совместная комиссия РФС и РФПЛ признала газон стадиона негодным для проведения матчей. По мнению специалистов, именно дренажная система не справлялась с обильными осадками. Но, судя по эксперименту, причина в другом. В чем именно разобрались болельщики крыльев и унесли домой необычные сувениры. Кусочек газона в подарок болельщикам. На срезе хорошо виден слой глины. Как раз он и стал основной проблемой. Глина не пропускала влагу, поэтому после дождей поле превращалось в болото. Еще одна проблема – система подогрева. Сейчас она находится на глубине 5-6 сантиметров, а должна располагаться на 15 ниже. Трубки углубят, сделают дополнительную подушку из песка и уже на нее уложат новый рулонный газон. Вопросы же к прежним подрядчикам остались. Нам придется, я так понимаю, подать в суд, потому что мы получили, как сказать, весь удар пришел именно от болельщиков на клуб, потому что были перенесены матчи, мы не выполнили свои обязательства, болельщики недовольны. Согласно официальным данным, всего на технические работы по замене газона на двух полях направили больше 45 миллионов рублей. Эти средства также предусмотрены на замену освещения и обновление прочей инфраструктуры стадиона. Работы на основном поле завершатся уже в середине июля. Мария Акимова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До встречи.